Ньюбе победа нужна просто кровь из носа. Напоминаю, что у нас заканчивается DPL, то есть идет последняя четвертая неделя, а именно Рухап покажет вам еще 3 дня и дальше будут плей-оффы. Плей-оффы команд, которые займут места с 9 по 12. Две команды, которые победят в этих плей-оффах, занимают уже места с 9 и 10. И у нас получается таким образом, что команды, которые займут первые 10 мест, попадают в сеньор-лигу, она же старшая. Команды, которые занимают места с 11 по 20 попадают в минор-лигу, она же младшая. Ну а команды, которые займут места с 21-22, выбывают с турнира вовсе. Ну там у нас на пороге выбывания Thunder Robot Gaming сыграли 18 матчей, две ничьи, 16 поражений. И Evalon Club, 6 ничьи, 13 поражений. Но у Evalon есть еще хоть какие-то зацепки, потому что Duobao также имеет 6 поинтов. И за Duobao мы будем наблюдать следующие карты, в свою очередь, как у Thunder Robot Gaming. У них 2 очка и шансов практически нет. Рубена убирают у нас КК. Рубен Рубенович. Ну и 50 секунд остается. 50 секунд на то, чтобы пикнуть Леона. Или пик Леона, или 1-1 Нью Бизнес Прайкл. Другого быть не может. Хотя, наверное, это да. Это дезраптор для Чуани, как это было в первой игре. Ну и, соответственно... Так, бой. Призадумывался у нас КК. Это Прэйшн. Конечно же, что-то подзабыл я про такой прекрасный контрпик к Алхимику, в частности. Ну и здесь он прекрасно будет заходить, в принципе, против любого. И Алхимик, и Сларк, и Тайдхантер, которые здесь будут собирать, понятное дело, Мекку. Самое главное дело только попадать Айс-бластами, взять какой-то быстрый Хэнд оф Мидос, и, соответственно, потом выходить в Игане. Хотя, кто знает, может быть, будет это Аппорейшн, который будет бегать со своими пацанами. Аппарат, который соберет, не знаю, там будет Урну, Форстлав, Замаксит Чилин Тач. Здесь самое главное, конечно, для тех и других, создать спейс для Наги, чтобы она взяла все Радианс, а для других, соответственно, создать спейс для Алхимика. Но вот если у Сларка будет все хорошо, Сларк-то поинтереснее будет смотреться, нежели Виверочек. Ну и смотрим Last Pick. За Седек Гейми. Им точно так же заходит прекрасно Леон. Ух, не знаю, что-то я прям неравнодушно смотрю в сторону этого героя, особенно, когда вижу на экране такие команды, как Newbie и Седек. В прошлой игре мы видели Леона Атьяло. Леон, который был вовсе не очень. Там, конечно, они вместе с Гвардианом делали. Это Keeper of the Light. Это герой, который мы видели как раз-таки на прошлой неделе. Герой, который отправлялся, ну, понятное дело, на позицию саппорта в легкую. И герой, который максил Монолик и Чакра Мэджик. То есть, переходит на какой-то фейсли свой, сразу Монолик в лицо и начинает его пилить руками. И там, хочешь не хочешь, прожимай таймволк. И ты теряешь огромное количество маны. И, собственно, на следующей таймволке у тебя уже маны попросту нет. Тем более, с учетом того, что сейчас пошла такая мета, что на Вивера первые артефакты, ну, разумеется, после базовых ПТ-шечек Апилла, на Линку не собираетесь, в порядке, что подешевело. Все время берут Драгон Лэнс. Соответственно, здесь Монолик будет заходить, но очень красиво. Ну, и также котел прекрасно будет сдерживать тот самый пуш-потенциал, который есть в большом количестве Ньюбия. Но, опять-таки, до поры до времени. Когда Нага расфармится, когда Нага будет очень толстый, и ей уже будет по барабану на эти Эллиминейты. Как они? Эллиминейты называются? Да, Эллиминейты. Ну что ж, поменялись команды местами, сторонами, правильно будет сказать. И поехали по сталкамам. Сиде гейминг супер на алхимике. Гвардиан, Венжи, Фулл Спирит, Ялл, Сларк, Кью, Котел, Рэббет, Тайтхантер. Ну и Юбия играет за Радиант, Хао, Виверочек. А что ты здесь делаешь? Агрессивный Виверок будет? Или это Вивер сложный? Кипяй на Гусирьяна, Чуань понятный делал на Лизерапторе, Мубэтрайдер и Кокана Энштапа Рейшн. Возможно, после первой легчайшей катки для Юбия, решили они немножечко попрактиковаться. Может быть, по-другому стадию лейн, как-то расставят-поставят. Но я смотрю, они вроде не рерольнулись. Но я напоминаю, что им нужно по зарез выигрывать, поскольку у них сейчас... Так, у них сейчас 20 поинтов, и они находятся во второй десятке. Соответственно, ну, мне кажется, Чуаню не хотелось бы играть в младшей лиге. Поэтому нужно, соответственно, каким-то образом попасть в старшую. Не хочет, ну, здесь как-то пытаться украсть руну, ну, с Винлейсом. Возможно, увидим ранние барабаны. Не факт, что это будет какой-то прям быстрый блинк-даггер. Ну, и Алхимику уже там что-то поехало. Ага, Курмуншилд какую-то супер. Ну, разумеется, стоять он будет против Наги Сирени. Внизу у нас Бэтрайвер 1 на 1 против Тайдхамтера. Тайдухи здесь также будет стояться не тяжело. Поэтому, я думаю, мы увидим в этой игре раннее подключение хардлейнеров. Таких номинальных. Ну, и, соответственно, на топе здесь все очень интересно. Трипла на треплу. Круто. Да, поломали уже обсервер. Но здесь стоит Центричок. Центричок, который не достает. Прямо вот на тоненького сыграно. Начинается Элиминейт. И причем, я так понимаю, это вынужденная мера для IQ как раз взять Элиминейт. Не рассчитывали на то, что будет агрессивный Трипл Лейн. Так бы он пошел через Монолик. Ну, посмотрим. С Элиминейтом, хочешь не хочешь, но придется брать Чакра Мэнджик. Соответственно, ты будешь юзлисом. Ну, и смотрим, Чуань здесь с КК. Пристроились. Фармят Кребцов с лоу-граунда. Вообще, мне кажется, вот Трипла у Ньюбита выглядит поинтереснее. Смотрите сами. Там Чуань, соответственно, Глимсом. И под Кинетик Филл никого не отпускает. Как раз сразу на всех Челлен Тач. И у Вивера с его Шикучами плюс дабл-тычка. Все это по Челлен Тачам будет очень-очень много урона. Если какой-нибудь Сварк еще потенциально сможет убежать, то Котел, даже несмотря на его лютый мувспид, 335 без сапога, с его единичкой армора будет происходить, ну, очень-очень сильно. Да, в этом иллюминате есть, конечно, и плюсы, и минусы. Да, ты вроде как нехило дамаж в шварских героях, но и очень сильно пушишь линию. Поэтому здесь нужно делать все очень ювелирно. Да, разломали здесь второй сентри, поэтому сразу принимается мера от саппортов команды Юби. А у нас тем временем Кибяй подобрал иллюзию. Начинается здесь такая макроконтрол-позитилоночка, что у нас пал Химику четвертый левел. Ну, Алхимик будет выходить в Сувринг. Алхимик 4-2 против Наги 12-0. Ну и пока все спокойнее. Вообще, наверное, здесь хочешь не хочешь придется супер выходить как-то в Боттл, но обычно если Алхимик играет через Боттл, то Сувринг не увидишь. Ну, Кибяй тяжело ему, кажется, подосить спреем. Рептайдом пытается здесь как-то откидываться. На топе, Станк КК, проблема у Яо. Яо выживает. Ну, Глимс, конечно, нужен Чуаню. Чуань просто не доставал. Первый Глимс раньше не самый большой, поэтому, собственно, здесь... Повезло, повезло. С Ларкевичу он бы отъезжал так точно. На нижней линии Рэббет. На нем 6 стаков. Ну, четвертый левел. Идет 10 на 2 против Тайдхантера 10 на 0. Ну, здесь Рэббету как хочешь можно играть. И если будет совсем все как-то очень тяжко и на спот отойти дальний пофармить. В принципе, можно, не знаю, там какую-нибудь Вингу позвать. У Винги он, как мы видим, ей смог и загангать этого Бэтрайдера. В КК ошибается. Есть там по Апарэйшену, Паунс и ВК отправляется в таверну. Да, это минус аппарат. Может быть, Яо получится забрать. Хао Яо замерзает. Яо также... Хотя, посмотрите, стики. Хао. Хао Шикучи на кулдауне. Яо, буквально один удар. Жук догрызет ли? Хао буквально из тех хитпоинтов выживает. Ну, Апарэ... Там... Котла забрали. И еще Гвардиан также отправляется в таверну. Хао выживает. Да, у нас получился размен 2 в 1. Размен, понятное дело, пользу команды. Потеряли они саппорта. Ну, и сами забрали 2 саппорта у своего оппонента. КК прилетел в центр. Второй левел у Апарэйшена. 23 на 3 у Алхимика. Ну, и с Адс точно так же ровно идет и у нас Нага Сирена. Пятый левел у Батрайдера. Есть Моту, есть Инвиз в бутылочке. Что там по Type Hunter? Type Hunter 5 левел. Вот интересно, как здесь будет Рэббит отыгрывать. То есть, казалось бы, да, против тебя есть Апарэйшен. Апарэйшен, который в трипле. Апарэйшен, который очень нескоро вынесет себе шестую левел. Но рано или поздно он будет, и эти айс-пласты будут взлетать. Это вопрос о том, Есть ли смысл... Ой, Хау, здесь проседают, орехов половился. Это вопрос о том, как раз таки, Есть ли смысл как-то быстро рашить Мекку, Либо же в Блинка выходить. Вы знаете, многие шмотки в воркшопе отклоняются Из-за того, что они нарушают... И у нас там, тем временем, Му забирает от Хантера, Му выживается. Если от ласки отпился... Так вот, многие шмотки и предметы в доте Отклоняются в Valve из-за того, что они якобы Не соответствуют лору доте. Вот мне кажется, как раз таки, вот такие вот обсерверы Вот ни разу не соответствуют лору доте. По-моему, вот эта вот аура вокруг них, ну, вообще Ни к селу, ни городу, как говорится. Ну, собственно, здесь уже ничего не поделать. 3-1. Становится счет. Не собираются здесь Ньюби уходить. С агрессивной линии. Все у них хорошо. Ну, а в принципе, действительно так. У Хауи есть Блайтстон, есть Аквила Боттл. Через 30 секунд будет очередная руна. Находят здесь Котла. Второй Глимс есть Чичуане. Глимсонули Котла сразу под Свормыш и Кучи. До свидос. Кипер оф зелайт. Это 4-1. В центре, там, тем временем, проблемы у КПА. Ну, у него 9 армора и этот вейв от венги такой себе. Яо прибежал в центр. Да, на топе не пофармить. Внизу не пофармить для Сларка, потому что там Бэтрайдер. И, собственно, куда-то. В леса ты не уйдешь, у тебя 5-й левел. Второй Паунс. Не каждый раз увидишь, но, я так понимаю, это была выраженная мера просто Сларку вкачать, чтобы забирать. Ну, соответственно, аппарат в том моменте. То есть здесь нужно как-то 6-й левел, если вытаскивать каким-то образом. Ну, вот оставляет. Оставляет алхимик центр Сларку. Сам у нас алхимик фармит свои леса. О, и здесь Хау нахоясь. Чуваним огромное количество стаков для алхимика. И, соответственно, очень много как раз-таки из этих крипов забрал себе котел эллиминейтом. Котел с первым эллиминейтом и второй чекромэджик имеется укилл. Стадия лейнинга уже скоро закончится. И там, в принципе, уже будет понятно, кто быстрее все-таки вынесет себе радианс. Ну, понятное дело, если не мешать ни наге фармить, ни алхимику, алхимик висит гораздо быстрее. Даже несмотря на то, что алхимика у нас нынче выходит, вот как мы видим, будет у супера. Котел у Наги, ботл у Вивера и ботл у Бэтрайдера. Интересно. Отчасти рискованно, отчасти жадно, но, тем не менее, смотрим. Рэббит. Есть у него реведж, левел седьмой. Замак Шненчер Смэш. Здесь также Чувань. Чувань со вторым глимсом. Но Рэббита забрать не получится. Тысяча хп, второй Кракеншилл, также еще есть стеки. Поэтому здесь Чувань так по себе. Разве что прилетал на подсейв своего хардлейнера. Ну, а там, тем временем, на топе, как мы видим, как Асхао. Подпушивают вышку. Глиф фортификейшн уже прожат. И здесь со всех ног бегут сюда Котел, бегут сюда Сларк. Но пока еще рановато, конечно, тавру падать. Четвертый левел Аппарэйшн. Он сейчас вообще отлично стоять. То есть, ушел отсюда Дизраптор. Таким темпом он себе быстрее, а где шестой левел. Ты безопасно себя чувствует. Подпушивается также Центр. То есть, у Ньюби все пока супер великолепно. Ява по-прежнему не может фармить. Вивер, он ничего не может сделать. Рейндропсы выбиваются вообще на халяву одними шикучами. Ну и Бэтрайдер. Бэтрайдер, который, да, будет выходить в Блинк Даггер. И Блинк Даггер, который появится совсем скоро. В случае, что у нас по Тайтхантеру. Тайтхантер 45 на 7, Бэтрайдер 44 на 5. Но, Му убил своего оппонента. И Тайтхантер 650 монет на руках. Есть у него Аркан Тапочки. Ну и, соответственно, здесь о каком-то Блинк Даггере речи идти не может. Сейчас по Нетворсам. Топ-3 Нетворса за Алхимиком. Дальше топ-3 Нетворса за Ньюби. Сларк по-прежнему не фармит. Сларк идет после Тайтхантера. Стоит на него на 600 монет Ява. Как говорится, в прошлой игре у Седек не было шейкера. Видно всю игру абсолютно. Сейчас пока не видно Сларка. Тот самый Сларк, который в этом сетапе очень нуждался в хорошем старте. В каком-то быстром Лотаре или же Блинк Даггере. Чтобы, соответственно, как-то гнобить, искать эту Нагу. Ну, таким темпом я, собственно... Ну, Кипяй уже собрался. Да, у него 1500 на руках. Все, ему больше ничего не надо для хорошей жизни. И он будет в Агенте Прейденс. 1600. Что там по Алхимику? Алхимик только вот-вот начинает свой путь. Прогоняет Хао Яо. Есть Монолик. Дает таймлэпс. И просто уходит. Так вот, как раз таки к вопросу об актуальности Киперов Злайт в этой игре. Мне кажется, как раз таки... Ну, Катил против Трипла и всегда смотрелся неплохо. Но в данном... В данной игре, по-моему, он зашел, ну, очень ужасно. То есть у них Трипла получилась вообще не боевая. Трипла, которая просто сдерживает удары и видит, что ваш Кэрри все же не фармит. То есть... Ну, не знаю, здесь... Котел, отчасти, сыграл на руку для самих Ньюбер. Недуза, 2-100. Нага, точнее, конечно же. Бэтрады, 2-400 руках ему. А может быть, он себе Радианс возьмет? Нет, конечно же, это Блинк Даггер. Размечтался я тут. Погоня за Хао. Хао, есть у него таймлэпс. А, сори, сори, сори. Таймлэпс-то нету. Таймлэпс-то нету, и маны нету. И Хао привозят. 2-0-1, отхиливается на Ботле. Хао, Шикучи, Яо. Суид поставили в центре. Нужен монолик. Монолик через 2 секунды. Монолик первый. Рэнджи... Что Рэнджи показывает? Там, те времена, волосы у нас в центре. Зацепили Рэббит. Остальше он Кеннед Филл. Вивера все-таки убили. Рэббит. Рэббит умирает. В 4-м навалились на бедного Тайдхантера. И отправили его в Тавер. Ну, вот анализация Блинк Даггера от Моу. Ну и Тавра. Тавра забирает это. Вторая вышка для Ньюби. Первая вышка за Денали Сидек на топе. Но не будем забывать, что Тайдхантера хоть и отправили в Тавер, но Рэббит что унес. И полетели. У нас первая из Бласты. Она супера. Точно. Глимсанули супер под Кинетик Филд. Минус супер. Лоу. Сюда приходит еще и Гвардиан. Да, сейчас бы фидануть всей командой. Гвардиан. На нем буквально еще один дар. Минус Гвардиан. Фраг достается Бэтрайдеру. Моу полетел вверх. Погоня за Яо. Кинетик Филд. Яо уходит в Шадоу Дэнс. И Яо на нем 2 стака. Глимсанули Яо. Яо также умирает. Да. Фраг достается от чего-нибудь. Приходит Рэббит. Есть Рэббит же. Но тиммейтов нет. Кинетик Филд. Моу уходит просто на блинке. 8-3. По всем фронтам. В очередной раз за сегодняшний день мы уже видим, что Седек ну никак не может не могут сдержать агрессию. Пока что. Пока что. Что у нас там по Наге? 3200 на руках. Нага Сирена. Топовый Нетворс. Уже. В тот момент, когда пассивку Алхимика не работает. Вроде он фармит, фармит, фармит. Но все же не на первом месте. 2000 на руках. Супер. Но нужно как-то успокоиться. Для Седек. Они по графикам проигрывают почти 4000 с моим оппонентом по экспириенсу. 1000+. Просто нужно как-то успокоиться. Даже несмотря на то, что есть Бэтрайдер. У Ньюби. Бэтрайдер, который сейчас имеет просто супер прекрасный ставт на 3-й Нетворс. Собственно Уму. Все равно у них нет героя, который собственно будет бегать а-ля Сларк Шадоублейдом и как-то вырезать. Ну, к теме Сларк. У Сларка огромная проблема. 3 ультимейта кидает на Яо. Яо минус. Яо, который в середине таблицы по Нетворсу. И, собственно, а как дальше играть? Квардиал. Сейчас была какая-то попытка от Смоука, от Седек. Но здесь КПА сам находит. С их оппонентов сразу прожимается сон. Супер. Ну и все. Это такой мискоммуникейшн. Во второй игре мы сейчас наблюдаем от Седек. Казалось бы, они разбивают Смоук. У них Мейнкерри забегает каким-то образом вперед. Мейнкерри убили. Все. Смысла от этого Смоука вообще никакого. Ну и более того, Нага спалила и просто дала послушать им песню. 1600 на руках у Рэббита. Есть у него Ринга Фреген. Но его нами потом сказали слушай, дружок, он там против нас Аппарейшн. Какая некая? Ну, блин, Таггер здесь взять какую-нибудь. Яо. Есть у него Угр Клаб. Ну и, понятное дело, будет Драгон Лендс. Но я не думаю, что это прям первым айтемом себе в игрок возьмет какую-то Блэки Бару. Он здесь, собственно, вообще нужен, но не так, чтобы очень. Ну, класса очередь 20 секунд. Возумеется, Ньюби не форсирует ситуацию, они просто ждут своего мидера, мидер, который уже вот-вот будет готов. 14 минут, Сакрид, Аквила, Ботл, Айрон Теллан, Курман Шилд и Бутсов Спид. Топовый надфорс. Нага Сирена. Но Алхимик догоняет, конечно же. Супер, 3 300 на руках. Окей. И он, правда, здесь Яо мешает, но Яо не от лучшей жизни сюда пришел. Уже не стоять ему на экспириенции, правильно? Да, здесь, конечно, к разговору о каком-то Shadow Blade, либо Блиггдаги, вообще речь. Идет в центре, проблема у Мо. Мо умирает. Мо умирает, и достается фраг Алхимику, и у Алхимику уже 4 тысячи на руках. Появляется в Hand of Pitos вопрошено. Вот так вот, конечно, по одному, если Седак будут играть, точнее, Ньюби будут закидывать, то, конечно, это все, несомненно, на руку для Седак Гейминг. Все, Radiance есть. 15 минут. Самый легкий Radiance в жизни для KPI. Наверное, в паблике это дольше собирают. Да не, точно. Там-то че, они нет. Dragonlands подъехал для Хао, вот он есть Radiance, ну и также Radiance, как понятное дело, появится у Алхимика. Не будем называть самое главное, здесь Алхимика аутпикнули, взяли Operation'а, и Operation'а с Медасом. Разбивает Smoke, KPI, выключить Radiance. Тиммейт на Котлану. Катил Бейстер, Глэмсонолик, QQ. Даже не падая, несмотря на то, что не падает он Кинетик Кью, все равно, что Кью умирает. Ну и можно подпушивать центр. Супер. Не хватает, но буквально 400 монеток, да. Radiance, помыкал Тайдуха. Брат, здесь Баунти, я тебя держу. Гвардиан, можно забрать руну прямо у Рэббита из-под носа. А здесь уже Хао. Ну и пришлось Рэббиту забирать Баунти. Ничего с этим не поделаешь. Там тем временем на топе, погоня за Яо. Яо глимсонули под Кинетик Филд, кстати, Шторм. Мы это уже видим раз в третий. Яо просто пытается растопешиться, но просто Флеймбрейк ему его отменяет. Это минус Ларк в очередной раз. Это Сларк, который у нас нафидел уже три раза. Ну и здесь к Яо вообще никаких претензий нету. В принципе, он не ошибается. Сорри, но это все саппорты. Где здесь фармить Сларку? В леса он уйти не может. В лесах Алхимик. Алхимик, которого аутпикнули аппаратом. Налинию фармить не может, поскольку Бэтрайдер его сразу огнет и также под альтимейт аппарата. Куда он не выходит, везде его Нага прожигает иллюзиями с Рэдинсом. Ну, для Сларка пока игра закончена. Хао, есть у него Михрил Хаммер. Понятное дело будет Дизоль. В принципе, да, Ньюби уже можно начинать гнуть свою линию. Остается три внешних вышки. Есть Рошан, я надеюсь, Рошан, которого заберут в этой игре. Просто хоть как-нибудь, чтобы игра длилась подольше. Чтобы у нас не было паузы длительности часа. Потому что пока все именно к этому идет. Утимейт нас супер, не попадает. не попадает в нас опорочная с Бластом, но Атаму в принципе уже готов был врываться. И вот он Смоук. Отсюда гейминг. Смоук номер два в этой игре. Рэббет, есть у него Рэббетч. Есть у него Блинк. Рэббетч по двоим. Окей. КК. КК на один удар. КК умирает. Доставит фраг Алхимику. Чуань. Чуань в Глимсе. В Глимсе в Глиммер Кейпе. Чуань свапнули. Ну и здесь у нас противостояние. Саппорт против саппорта. Чуань. Попытка растопешится. Да ладно, уйдет. Серьезно, обалдеть. Чуть уходит прям просто из-под носа. Утого у нас получается трейд. Нет, на этом еще момент не закончился. Рэббет. Рэббет улетает. Хватило жира тайбуки, чтобы пережить фокус по нему. Ну а Гвардиан отправляется в Товерю. На того разуме получилось 2 в 1. Потеряли всего лишь одного саппорта. Не уби, в случае как забрали мейн кейрис в оппонентах и саппорт. Рэббет улетает. Саппорт. Я каким-то образом умудрился вынести Это, несмотря на свои Четыре смерти Ну, два фрага, он имеет также один ассист Что у нас там по графикам Преимущество за Ньюби 5000 По экспириенсу почти 1500 Ну и если мы сравниваем Наших парней с Радианцем Алхимия, как понятное дело Ради ктапки Актарина Хотя, кто его знает, может быть Актарина здесь не будет Но логично было бы Актарин здесь не брать Правильно? Ну и в свою очередь Нага Нага также выходит в Яшу Но немножечко встает от Алхимик Ну и как отмечалось ранее Если, конечно, игра пройдет такими темпами Если Рэббит по-прежнему будет видеть, то Рэббит Вот у него есть, конечно Худ, но этого маловато Это Антр Три раза уже было в таверне Хао Хао без Дизоля по-прежнему Не хватает ему буквально 150 монет до второго молоточка И уже можно начинать что-то придумать Здесь Супер Супер продолжает фармить Климсанули Хао Монолик Скинул он себя таймлэпсом Вообще, здесь, конечно, Хао придется выходить в какой-то манки кем бар Либо же в блэки кем бар Все-таки огромное количество миссов есть у Сида Гейминг Это и миссы от Рэдденса И миссы от Котла На у Ешны сколько там? 80% Да, если не изменяет память Да, 80% у Шанс Промаха И длительно 6 секунд на последнем левеле прокачки Это, конечно, очень много Тем более, когда у тебя тычки с Дизоля летят Миссовать ни в коем случае нельзя В общем, наверное, все-таки есть смысл в БКБшке, нежели в МКБ МКБ потом Как-нибудь взять Ну и Яо После Мидаса уже имеет 1500 на руках Разумеется, зажатый на своей планете Дигейминг В них пока все хорошо То есть Алхимик уже не настолько нуждается в своем лесу Он уже может как-то на линии Спокойно поформить Да, с появлением манты Тем более, одними эллиузами То есть, целиком полностью лес предоставлен Сларку Сларк с Мидасом Что пока по Ньюби Ньюби также не собираются как-то форсировать ситуацию Хотя могли бы уже давно зайти на Рошана Но у них пик не такой, чтобы как-то гнобить и гоняться по, собственно, чужим лесам Но вот мы и кусть сейчас У нас сычоние Ребята, давайте соберемся Разобьем смоук Вот он разбивается, смоук И там тем временем ответный смоук от Сидек Гейминг Что по скану У Ньюби скан есть У Сидек скан также присутствует И Ньюби просто заходит на Рошана Но если Сидек сейчас успеет на Рун Спот поражать Нет, Сидек не попадает Сидек не попадает сканом На мини-карте это прекрасно видно Да, ничего ты, собственно, с этим не поделаешь Ну просто начинает Сидек подпушить вышку Должны они сейчас догадаться, где, собственно, находится их оппонент Да, ну и Рошан Рошан твижает Аигис, разумеется, для Хао Хао Дизолем Драгон Лэнс Здесь ультимейт аппарата Не будем забывать, что Апарэйшн с Мидасом Апарэйшн есть Огр Клаб У КК Ну и такими темпами, конечно, мы здесь увидим Я думаю, достаточно быстрый На Ганим Септер Вообще, конечно, Алхимик Точнее, Апарэйшн такая себе Контра-Алхимику Ну, вроде как, да Айс Бластом ты попал Он не отхиливается Там Акторины и Ультимейты Ничего у него не работают Но Это все хорошо, если ты попал А если, соответственно, своим Айс Бластом не попадаешь То полная Габела Так, у нас здесь Какие-то подлаги Да, давайте пока у нас Толком пуш не начался Я быстренько Перезайду Такс Ну и что, все Кина не будет У аппарата на 14-й был Мидас Да, есть такое Это к вопросу о том, что у Славка появился Хэндов Мидас гораздо позже Так, ну слегка фризит Даже не слегка Очень жестко фризит Так, ну пока у нас Дефолтная китайская дота Ничего интересного не происходит Давайте я еще раз перезайду Потому что это не дело Смотреть игры в лагах Так, у нас все время мы отправимся в таверну Keeper of the Light Вроде сейчас нормально Раздуплилась, да? Да, тычки от Хао с Дезолием летят нормально Без каких-то фризов Ну и вроде все нормально Что 17-17? 17-7 Конечно же У Хао по-прежнему есть Игис Саирис Который закончится через 2,5 минуты Что у нас по Operation 2000 в руках уже О, кака Здравствуйте Полетел Айс Бласт На Гвардиана Че, Айглем санул? Айс Бласт там не попал По Венге, конечно, здесь Саппорты Не самую Легкую комбиношку Пытались сделать Но, тем не менее Пришла Нага Сирена Здесь все разрулило Фраг достается KPI KPI будет выходить в Акторин Ему можно Против него Operation нету Но, в свою очередь У нас отолчал химик Ну, вот Монта Монта 4,5 на руках Супер А что, если взять Какой-нибудь Ну, только я хотел сказать Оганим А кому здесь, собственно Оганим собирать? Котлу Венге Ну, не знаю Так Монолик На Му Яо выгрызается Му И Му Умирает Да Но, неплохо Фраг, правда, остается Котлу Это Не самый лучший результат Но, тем не менее Как мы видим Яо Будет, я так понимаю Выходить Может быть Какой-то БКБ Прямо сразу Я думаю Сейчас уже не время Для сабли С учетом того Что ты Мессовать просто будешь Есть Блинк Даггер у Яо Ну, в принципе Возьмем Возьмем себе Какой-то БКБ И дальше уже Выходи в ДПС Какой-нибудь Не знаю Там Скади Баттерфляй Может быть МКБ Возьмет Будет, в принципе Вполне неплохо Смотреться То есть Славка пока Ситуация Вравнивается Он уже Четвертый По Нетворцу Не, все-таки Это Актарин На Алхимике Все-таки Верит в себя Супер Я не знаю Здесь Просто Аппарат Должен его наказать За такую наглость Как так Я тут Понимаю Если аппарата взял А он против меня Собирается Ради к тапке Актарин Это же Ненормально Ну и так же Актарин появляется У Наги 21 тысяч Нетворц У Алхимика 19 тысяч Нетворц У Наги Сирен Наги у нас Левел 15 1.09 У КПА На сей раз Уже скан Прожимают Ребята Из Ньюби Ну и Сирена Понимает Что раз В улице Никого нет Можно спокойно Заходить Хао Подъехала К виверочку Линкен Сфера Ну и теперь Его так просто Не свапнуть И Не застанешь Да и Монолик Тяжело будет Повесить Бэтрайдер Тем временем Забирает нас Ларка Такая Ответочка Некая От Му Заканчивается Айгис Ну и Внешних Тавров Нету Сидагейминг Нужно Что-то Им Конечно Придумывать Скоро Мы увидим Тот самый Кульминационный Момент Этой Игры Когда Придет Алхимик Когда Придет Тайтхантер И Все они Вместе В лицо Получат Айсбласт Саганима Рэвид Правильно Делает Что Взял себе Худ Понятное дело Это Будет Пайп Рэйбет Ви Чуаня Чуань Сразу Чуань Сразу Не церемонится Просто Статик Шторм Кинетик Филд И пилить Пилить Этого Тайтхантера Причем Когда Рэйбет На него Просто Посмотрел И отвернулся От него Чуань Сразу Понял Что Нужно Действовать И Чуань Сам Будет Выходить В аганимчик Есть У него Пойнт Бустер И 2000 Остается До Заветного Артефакта Сам Аганим Который Будет Целиком Полностью Блокировать Блоким Барс Ларка Который Появился В Яо Если Яо Протыкает Что у нас Там По котлу Котел Сам Себе Собирает Аганим Ну Ну И Понятно Такого Алхимика Надеяться Ни В коем Случа Нельзя То Есть Это Алхимик Нездорового Человека Против Апарэйшна Идет В Акторин И Расчет На то Что он Тебе Сделает Аганим На Алхимика Надеяться Сам Не Плошай Собирается В центре У нас Ньюби Есть Смоук У кака У кака Да где Что Аганим Немножко Остается Да Прожали Смоук Кипя Нет Я все Таки Добью Этих Драконов Но Кипя Эти Боль Как Ман Нет Ну И Также Разбивает Смоук Сидэк Гейминг Причем Очень Сайвовый Такой Смоук На Базе Глубоко Пятером Они Забегают В Свой Лес У них Очень Тяжелую Ситу У них На Карте Вижна Нет Они Собственно Говорят Бегут Вперед На свой Страх И Риск Ну Поставили Раз Об Сервер И Все Собственно На этом Вся Вылаз КТ И Закончилась Вивер Будет Выходить Манкикин Бар Хауэр Есть Дэм Нейдж Дэйя Дэйя Товер Собственно Дэйя 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 Достаточно Быстро Там Сколько Тайминг Было 3.20 Да 3.22 Ну Не суть И Соответственно Сейчас Он Появится И Можно Уже С этим Айгисом Заходить На Хайграун То что Нага Готова У Наги Все Есть Разве Что Ну А Тараски Здесь Особо Погода Не Изменится Нага Овер Крутая Разве Что Ждут Аганима На Дезераторе Аганима На Ультимейт От Оперейшен По Алхимику Попадает Алхимик Отправили Котла В таверну Здесь Хао Ну Что Хао Будет ли Как-то Выгрызаться Бегает На шокучах Понимаем Насколько Он Неуязвим С Ультимейт Сферой Дайя Ультимейт Оперейшен Закончится Му Есть У него Лассо Му Есть Фурстав Му Попки Ся Вьюл Задожил Панс Хао Хао Под статик Штормом Но прожимает Блокенбар Все у него Хорошо Му Есть Лассо Нужен Ультимейт Оперейшен Очень Нужен Ультимейт Оперейшен Здесь Пошли У нас Какие-то Лаги Непонятные Лол Что за Лаги Насколько Не в тем Ультимейт Оперейшен По одному Рэббиту Попадает Рэббит Без Собственно Не работает У него Худ Хулдауни Был Ну и Отправляется В таверну Бэтрайзер Пришел Кипя И поджимается Там каленый Ял Там каленый Рэббит Кинетик Шторм Буквально С двухтысячек Уработал Лохау Ял Угрызается В КК Не падает Паунсом Ни по КК Ни по Чуаню Просто выходит За место На блинке Отправляется В таверну Уже Минус 2 У Ньюби Минус 3 У Ситэк Гейминг Ну и Погоня За КК КК Умирает КК Минус Даблкил Для Супера И Чуаня Отсюда Просто Растапешивается Сейчас посмотрим По Файтрекапу Более подробно Собственно Что там По Хиро Дэмэджу А именно 4-4 Нанес Аппарэйшн Точнее Алхимик Конечно же Вот К слову Аппарэйшн Аппарэйшн Это вначале Как только у нас Начинался На место Нижнейлинии Шлейфом На своем областном Алхимика Ну а Дальше Это все То есть Никакого Фоллоу Не было Алхимика Не стали Там Как-то Напрягать Убивать И Все Вполне Неплохо Получилось У Седак Гейминг Ну и 3-500 Мейн ДПС Нанес Здесь У нас КП Ну не будем Забывать Вверочка В таверну Отправили В свою очередь Как Фарк Достаточно Неплохо Поднялся После этого Замеса И Сларк Четвертое По натворству Сларк 3-200 На руках Не будем Забывать Что там Хенд От Мидос Ну и Все Готово Ну наконец Таки Готов Уже Аганим У Аппарейшн Аганим У Дезераптора Будет Через 1200 И Сларк У нас Будет Выходить В Мьёль Решает Молниями Избавляться От Иллюзии Наги Сирены По-моему Такое себе Решение Когда У них 3200 ХП 17 Броне И Там Сейчас Дефуза Будет Бежать Заходит На второго Рошана Ньюби Не успевает Соседой Гейми Он бежит Конечно Со всех Ножичек Гвардиан Гвардиан Будет ли Попытка Засуицидиться Но Я имел Ввиду Засуицидиться Чтобы забрать Аегис Но не тут Это было Из хороших Моментов Для себя Гейминг Разве что Кипер Выносит Себе Аганим Септор И Ему Не знаю Какой-нибудь Гем Да Вот Тот самый Гем Переобретает Алхимик Гем Котлу Отдать И Соответственно Контрольная Верочка Будет Более Менее Толковой Не знаю Алхимик 3000 На Руках И то Что Прошлый Раз По Ему Втором Моя Собла Товарищ Апарэшн Не попал Это Не значит Что Дальше Супер Будет Чувствовать Спокойно Рано Или поздно Апарэшн Попадет И Вот Эта Сборка Должна По классике Жанра Должна Сыграть Супером Плохую Роль Да Что Ж За Лаги Да Что Ж За Перфик Ворд Давайте Еще раз Перезайдем А Паунс Помойку Нет Там Был Не Паунс Помойку Там Он Просто Паунс Не Попал Такой Тоже Случается Перфик Ворд Там Лагает Таким Образом Складывается Ситуация Что Лагает Как И У Комментаторов Лагает И У Грак В Грак В Меньшей Степени Ибо Они Таким Там На Родном Регионе На Пояс Но Видите Меня Даже В Грут Меня Тупо Даже В Игру Не Пускает Прям Очень Сильные Лаги У У Китая Приближается Вечер С Нагрузки На Серваки Носилище Сильная Если Будут По Прежнему Лютые Фризы Будем Будем Через Дота Тим И Пытаться Смотреть Что Других Эскейпов Нет Так Ну Что 25 11 Зашатан Свой Баз Сидек Гейминг Что Там По Байбекам Байбеку Сларка Байбеку Химика Сларк Смьёльниром Ну Мечтает О нем Конечно же Готов Уже Скоро Покупай Нужно Думать О Байбеке Грызается В Хао Хао Сразу Уходит На Таймлэпс Окей Таймлэпс Потрачен Хао Смкб Понимает Понимает Здесь Это Гейминг Что Ни в коем Случа Нельзя Виверочку Давать Вот Эти Забеги Просто Забежать И уйти На Таймлэпсе Слегка По Косов Тавер Потому Что Там Тычки Из Дизоля Смкб Нужно Сразу Его Встречать Лицом Ну И Так Не Будем Забывать Про Кипя Тактика Бесконтактного Боя Иллюзии Ну И Выгрызаются Они Второй Рог Хао Хао Впс Яо Яо Уходит Ашаду Дэнси Хао Потерял Айегис Утимей Опорышно Засейвить Хао Дашь Еще Кипя Прошел Прожимает Песнь Ну Как Переоценили Здесь Точнее Недооценили Нюбе Сидэк Гейминг Посчитали Что они Будут Врываться В их Майнкерри Но И тут Это было Ну и что Нюбе Несмотря На то Что Нага Сирена Ультимейт Кулдауни Все По-прежнему Здесь У нас Стоят В атаке Дизраптор Наконец Таки Для чего Я подъехал Аганим Септор Вот Теперь Можно Поиграть Ему бы Еще Какой Небудь Не знаю Блинкдагер Либо Форстал Взять Для Толковой Инициации Будет Вообще Собир Блеклепно Гвардиан Ничего Не имеет Что у нас Там По Алхимику Алхимик Вкладывает Деньги В себя Любимого Вторые Бутсов Тревел Но Муншард На таком Алхимике Собственно Никого Импакта Не вносит Но Лучше Его Собрать Я Смотрю Если Здесь У кого-то Аганимы Находят Супер Я уже Даже Прокликаю Тех Героев На которых Аганимы В принципе Ничего Не дают Мало Ли Просто Для Статов Нет Такого Нет Здесь Все Просто Седэк Гейминг Будет Держать Оборону Достаточно Долго До тех Пор Пока Супер Не словит Себе Айс Бласт В лицо Айс Бласт В лицо Соответственно Сразу На него Будет Врваться Мул И Раза С пятого Десятого Это должно Получиться А может Быть И с первых Попыток Ну и Так же Не бой Зывает Что Чуань Саганил 4 1 15 Саппорт Команды Ньюбер Саппорт У которого Есть Чему Получиться Определенно Ну На деле Эти Наги С рептайдом Конечно Это Переносит Огромное Количество Фарма Для Алхимика Но Посмотрите Как Долго Он С ней Борется Вот Найс Бласт По Супер Супер Сразу Отступает Ну и Что Мы Видим Тавр В Миде 700 ХП Тавр Внизу 800 ХП Тавр На Топе Отсутствует Ну и 40 минут Длится Игра Неплохо Неплохо 2000 На руках У Аппарат Аппарат 16 Левел Что Есть Разве Можно Собрать Для Ньюби Это Только Не Зная Какой Нибудь Вейлов Дискорд Хотела Сказать Я Но Смотрю На Тайхантер Здесь Пайпы Нет Здесь По-прежнему Худ Здесь По-прежнему Худ А это значит Что Magic Protection Более-менее Толковый Только На себя Любимого Команда По-прежнему Будет Страдать Даже Не то Что Команда Самое Главное Конечно Алхимик Будет Очень Сильно Страдать И 200 На руках У Супера Страдает Пока Не он Страдает Его Команда То Что Играет С Алхимики Ох Ох Ну Зажато Сидит Геймик Своей Базе У них Проблема Заключается В том Что Они Не Могут Капбэк Никак То Да У них Вроде Есть Геймченеджер В виде Тайдхантера Но Ему Нужен Здесь По существу Не знаю Там Какой-нибудь Рефреш А где-то Рефреш Возьмет Поскольку Все Запушены Линии Которые Толкают Здесь Ньюби Выфармливают Яо И Выфармливают Супер А тут Вопрос О том Собственно Чем Здесь Ларку Избавляться От этих Иллюзий Ноги Сирены Если Не Мьёльнером Ну Конечно По существу Нужно Еще МКБ Брать Чтоб Попадать Яо Вгрызается В КК КК С Бластом Попадает Подвои Неплохо КК Отправляет С автаверной Там Также Отправляют В таверну И Товарища Гвардина Это уже Даблкил Для Хао Проблема У Кью Кью Также Умирает Это Минус Четыре В Сидэк Гейминг Есть Байбэк От Алхимика Ну А Что ты Собственно С этим Байбэком Будешь Делать Глимс Ну У Рэббита Есть Рэббит Там У всех Были Ультимейт В Сидэк Гейминг Но Они Собственно Просто Отправляются Я думаю Уже На следующий Матч Но Они Проигрывают Дыру Хотя Байбэк от Рэббит 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 По Четыре Неплохо А Что Дальше А Что Собственно Будет Дальше Супер Проседает По ХП Да Он Конечно Без Не До того Получилось Минус 7 В этом Замесе У Сидэк Гейминг Ньюби Не потеряли Вообще Никого 32 12 Ну и Во второй Игре Также Поддерживают Нас Победу Чуани И компания Эти игры Были Очень Показательные Показательные В том Плане Что Ньюби Показали Как Они Умеют Играть Быструю Доту За Пятацию В первой Игре И Показали Как Они Могут Играть